Когда убили Немцова, мы были настолько все шокированы, конечно, мы все понимали, с кем мы имеем дело в нашей стране, да, и сказать, что я какой-то там безумец, который ничего не боится, ну, это было бы наивно и глупо и неправдно. Конечно, я там понимаю риск, я опасаюсь за себя, за своих близких, родных, но я же не могу на это повлиять, я не уеду из страны, не собираюсь выезжать из страны, у меня нет какой-то охраны, которая бы меня могла бы защитить, в случае чего. Поэтому, ну, иногда, как вам сказать, обстоятельства выбирают за нас, не мы принимаем решения, не я решил стать оппозиционером, просто власть себя повела таким образом, что я, ну, я не мог уже быть где-то рядом, я не мог молчать, я вышел на Болотную когда-то, будучи депутатом, когда мне там предлагали посты, в том числе и в правительстве, ну, я вышел, я не смог не выйти, потому что там мои друзья, там мои ребята, которые хотели наблюдать за выборами, а их выносили за руки, за ноги, там журналисты, с кем я учился, там на факультете журналистики МГУ, которые там освещали все эти фальсификации, и просто в какой-то момент, да, тебе выгоднее, наверное, промолчать, уйти в сторону, ну, ты не можешь просто себя как-то там вот изменить. Ты потом будешь чувствовать себя очень плохо, ты будешь себя обманывать, ты сделаешь какой-то, ну, какие-то неправильные шаги, за которые тебе будет стыдно. Так что, ну, да, я понимаю риски, но при этом я понимаю, что, наверное, я не смогу как-то вести себя по-другому. Я не радикал какой-то там, да, и я не готов с автоматами бегать, вот, я вообще сторонник мирных акций, сторонник выборов, но мне не дают возможности участвовать в выборах, мне не дают возможности спорить в парламенте, остается там идти на улицу куда-то и как-то участвовать в этом протесте, потому что, ну, я хочу жить в нормальной стране, в правовом государстве, я не хочу уезжать из России. Ну, тут вся моя жизнь уже прошла, там, и дети выросли, и там, я играл, я был, играл за сборную молодежную баскетбольную России, как-то там и флаг для меня, и все это, это имеет значение. Хотя, конечно, мне там много раз предлагали куда-то уехать, как-то это все бросить, уйти от этих рисков. Ну, поэтому иногда мы не выбираем свое будущее, обстоятельства выбирают. Хотели меня отравить тем же ядом, что Алексея Навального, и я предупредил, по крайней мере, двух человек, которые оказались в списке на нейтрализацию. Одного хотели уничтожить, ну, спровоцировать ему автокатастрофу, а второго, против второго использовать тоже яд, но другого типа, не тот, который использовали против Алексея Навального. Это вот, так сказать, по крайней мере, двух-трех человек, я знаю, из числа находившихся в этом списке. Но сейчас, я надеюсь, власть не будет идти по этому пути, по крайней мере, какое-то время. Коллеги? Знаете, каким образом хотели вас отравить и... да? Да, что произошло, как вы об этом говорили? Да, знаю. Меня успели предупредить за несколько часов. Да, прекрасно знаю. Точно так же, как Алексея. Чай, кофе, возможно, вода. Лучше всего, считается, подходит чай и кофе. Меня предупредили не пить чай и кофе нигде. И включая даже дом, потому что очень легко проникнуть в квартиру и положить этот гранулированный яд, токсин, в чай или кофе. Ну, выходит, что от этой идеи отказались, учитывая, что, слава богу, вы сейчас с нами на прямой связи. Да, от этой идеи отказались. Ну, в тот момент. Но я надеюсь, что отказались навсегда. Коллеги? Ну, вас предупредили, что именно новичок будет использован, да? То есть, такая полная информация. Меня предупредили, чего мне стоит избегать. И, судя по тому, чего мне стоило избегать, я догадался о том, о чем идет, что речь идет о токсине такого типа. А потом, после отравления Алексея, мне подтвердили, что речь шла именно о подобном токсине. Коллеги? Ну, вот задает вопрос, у вас спрашивают, кто это делает, ФСБ? Доступ к веществам такого типа в России не имеет ни одна частная организация, имеет только государство. А вы не боитесь, потому что вы достаточно популярный человек, к вам прислушиваются, и в Ютубе, кстати, вас хорошо смотрят. Вот вам не страшно, учитывая то, что происходит с людьми, которые высказывают другую точку зрения, отлично от Кремля, и вот то, что мы говорили про Алексея Навального? Да, в общем-то, и Карамурза, и так далее. Вот. Я понимаю, может быть, это очень личный вопрос, но тем не менее. Ну, страшно, конечно. Какие-то меры предосторожности соблюдаются или более фаталистично смотрятся? Нет. Ну, стало страшнее после того, что произошло с Алексеем Навальным, или вы всегда находились в таком бдительном состоянии и понимали, что... Все может быть. Да, что вы тоже можете быть уязвимым. Ну, когда под Ростовом разъяренные водители выгнали гаишников, которые решили там проверять маски или что-то просто... И они... Ну, произошла стычка просто, несколько разъяренных людей вышли с арматурами, гаишники решили убраться и не регулировать. И какой-то местный парень выложил это короткое видео, мне посвятили на трех каналах в общей сложности более получаса. Вот. Понятно, что... То есть, сами увеличив мое влияние, напомнив о моем существовании молодежи и немолодежи, наполнив о моем существовании тем людям, у которых там нет Инстаграма, Ютуба, и которые в целом смотрят государственный канал. То есть, пятиминутка гнева с точки зрения маркетинга, она работает удивительным образом. Маркетинг — это такой набор интересных вещей, которые работают над... которые влияют на сознание. Например, если ты даже что-то постоянно пытаешься вызвать к чему-то гнев, недоверие, или постоянно пытаешься одно превысить над другим и унижаешь. Но если ты произносишь это название 500 тысяч раз, то оно становится узнаваемым, и, как следствие, люди начинают этому доверять. У тебя образуются новые созданные черты. То есть, как бы то ни было, если люди сравнивали свой порошок с обычным порошком, свою пасту с обычной пастой, свое моющее средство с обычным моющим средством, в какой-то момент здесь зарегистрируют компанию, которая называется Simple, с обычным моющим средством, и они просто уже на миллиарды продают. Так же и здесь. То есть, если о тебе все время говорят в негативном свете, то они тебе создают определенный образ, и после того, как этот образ становится узнаваемым, люди начинают... так как ты становишься предсказуемым, даже если это вообще все фейк, у тебя начинает расти популярность. Этого они не понимают, потому что, так как они далеки от созидания бизнеса и маркетинга, они не понимают, как работают эти законы. И когда, грубо говоря, мой твит или пост цитируют на 37 миллионов человек, ну да, конечно, есть некая тревога. Ну, я ничего для безопасности делать не планирую. Учитывая ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь, тот контекст, и учитывая, что вы являетесь участником большой игры, как вы сами говорите о том, что вы озвучиваете, ну, по крайней мере, информацию, исходящую из Кремля, у вас нет опасений, что вам могут помешать вести эту игру, учитывая, что ставки, как мы понимаем, слишком высоки? Ну, опасения всегда есть, особенно в такой стране, как Россия, вы понимаете. Можно быть губернатором, можно быть министром, можно быть олигархом, но это не означает, что ты лишен, что ты имеешь 100% гарантии. У меня нет страха. Опасения есть, страха нет. То есть вы за свою жизнь не опасаетесь? Вы не опасаетесь за свою жизнь, учитывая, что политическое убийство, это, к сожалению, то, что в России тоже происходит. Я очень хорошо знаю, что я делаю и ради чего я это делаю. Но есть ли какая-то защита в этом смысле? Это избавляет от страха, да? Приходилось ли вам с какими-то угрозами сталкиваться в свой адрес? Да, конечно, мне приходилось сталкиваться с угрозами, на меня было покушение. Когда это было? Да, в каком году и как это происходило? Я не буду рассказывать. Это не то, чем стоит хвалиться. Надеюсь, вы понимаете. Вопрос от Грэма. Вы уже сказали о том, что клиническая смерть, которую вы пережили, она вас изменила. Страшно умирать? Не успел испугаться. На самом деле, а ты же не понимаешь. Знаете, у меня была смешная история. У меня было три операции подряд, и я не засыпал от наркоза. Ну, а не засыпаю. И, значит, ну, потом заснул, что-то там порезали. Потом, значит, между первой и второй операцией было две недели. Я приехал в Москву к своему приятелю, пришел, говорит, ну, что ты... Я говорю, слушай, у меня проблемы, я не засыпал, там врачи бегали. И он говорит, а что ты не засыпал-то? Я говорю, ну, мне было страшно не проснуться вообще. Он говорит, и какая тогда тебе разница? Я подумал, о! И на вторую операцию мне еще не успели поднести шприц, как я уже заснул. Понимаете, какая тогда уже разница? Понимаете, уже? Ну, вот что такое страшно-то? Не успеешь оглянуться, а его уже и нет. Поэтому страшно об этом вспоминать. Это да. Но тогда белый коридор, ослепительный свет. Не помню.